Вам много милости. То есть раньше, как мы знали из вас, как говорили ваши родители, отцы, никто не мог приехать на эти земли совершить хадж и ль-умр. И я надеюсь, Аллах субтитры дал вам возможность поменять ваше положение на сегодняшний день. Можете в любое время приехать на совершение хаджа и не скрывать это от других людей. Наоборот, не можете оповести, что вы мусульмане, не боясь этого на сегодняшний день. Вы в любой точке являетесь примером для других людей, потому что на вас смотрят люди, аль-хамдуля, как на правнуков, так и вот этих великих ученых и смотрят на ваш нрав, как вы себя ведете, ваше поведение. И вы должны, аль-хамдуля, благодарить Аллаха за эту милость, потому что Аллах субтитры дал вам много милости. И одна из милостей вот это, о чем я сейчас сказал. Вспомните, на ваших деды не смогли сюда раньше приехать, баба Аллах говорит, бояюсь, что по дороге их убьют и не выпустят, обратно не запустят. Милая милость, но Аллах всех вас просит, использовали вы ее или нет для своих детей. Если кто-то не знает, как записаться, через меня можно было записаться. Смотрите, как стало, что, аль-хамдуля, мечеть пророка Мухаммада нашелся. Аллах, алей-иссалям, даже в России есть, потому что нужно обучаться там онлайн. Аль-хамдуля, записаться на уроки. Такая вот великая милость. Аллах, алей-иссалям, даже в России, есть, так и с вами. И мы говорим даже, что как бы вам такое дадим, чтобы вы, альхамдуля, были меньше спрошены за эти милости, которые Аллах смотрит, вам дадут, вот перед вами мечеть Бураку Мухаммада, альхамдулях, можете напрямую отсюда брать уроки, и потом, когда вы полностью возьмете, там, даже взять ваших детей, можно взять на обучение, полностью, когда закончится, обратно уже потом вернется. И альхамдуля, еще раз большое спасибо вам, иншаллах, дай Аллах в будущем, еще раз у вас увижу себя в гостях, и увижу ваших детей из хафизов, в Коране, иншаллах, что были ваши дети, иншаллах.